Раз я вышла, я буду зашли до конца, то есть цель ставится что? Разрушение общины, мы на это не позволим. У нас есть устав, не желаясь, я говорю, не идите в Порчино, там все в том, можешь жить как хочешь, понимаете? Я не желаю, чтобы меня снимали. Я такое же право имею, как вы снимали, так же я имею, чтобы не снимали меня. Вы можете только право заявить. Хорошо, я заявляю, не выпустите, пожалуйста. Нас останавливала милиция, десятки раз. Давайте, давайте, давайте без философии. Игнатий Тихомич, я прекрасно вас понимаю, мы же говорим, вам приехали побеседовать, порешать вопросы. Мы не приехали ругаться или зачем-то так. Мы приехали вокруг. Истинники могут пригодиться вам, пригодиться. Вот посмотрите, это вот самое, ну для университета, это проректор. А вот это вот, это вот самая семья, вот это университета. Садитесь, садитесь. Она здесь, она здесь, она занятия, она во Франции, если не мешает. Мы пытаемся определиться, определиться, коль у нас поступило обращение, скажем так, поэтому надо принять какое-то обоюдо устраивающие обе стороны решение, правильно? Еще нет, но они обязаны совершать, чтобы не было тот устав, который здесь поможет. Это, я рассмотрю. Этого ничего не будет, только... Нет, это мы согласны, что устав они должны соблюдать, я согласен. Но это никакой не тяжесть, что-то мы там не заставляем, там, говорится, болеться. Вот здесь и ничего. Ну, не знаю. Сейчас, я попробую сказать. Вот, тоже. Вот, все. Вы оставите, пожалуйста. И попишите. А это все я сейчас показать. Я все прекрасно знаю. Ну, не первый раз я у вас здесь. И знаю, и о гене-технике. Я просто про то, что я говорю, что какой-то общий консенсус, что вы хотите, если она вышла уже за псину, хотите, чтобы она умерла или как? Ну, если нарушить этот устав, то будет она, это так, завтра она будет пьянствовать или блудить. Здесь девчонку пришло бы не терпеть. Мы не заедем сюда, приехали, восстанавливали. Мы это просто мы. Я понимаю, я понимаю. Мы не можем этого никак. Мы не можем нарушить. Ну, это да. У нас приезжают чужие люди. Когда завтра, да, говорите? Говорите завтра на ночек пьянствовать и убудить. На данный момент у них какие-то есть причания в отношении ее, в вашем понимании? Так, вы мне задали вопрос? Я вам отвечаю. Только вы, слушай, пожалуйста. Вы имеете все детей, живете с людьми. Вот к вам соседский парнишка зашел бы в комнату и насрал, и размазал, и попал. Вы бы что, там бы поступили в данный случай? Ну, это нехороший мотив. Ну, а как вы поступили? Что бы вы сказали делать? Я бы беседу с родителями, с их не вывел сначала. Так, ну, родители не хотят с тобой беседовать, даже не хотят разговаривать. А на завтра он залез в отбор и украл какие-то вещи? Нет, это на завтра. А на данный момент такого ничего нет? Да все есть. Я вам говорю то, что... Я вам задаю вопрос. Что бы вы делали тогда? Такая факт, если идет... Вы можете сказать, что в данном случае, вы можете сказать про нее такого, о чем вы сейчас говорите? Это дело сравнение. Есть что-нибудь подобное? Да, это... То есть, я понимаю, она вышла с общины, вышла с общины, вам это не принято. То есть, она вам... Нет. То, что вышла с общины, у нас, при чем называется? У нас свободно. Вы можете выйти из общины, уезжай, куда угодно ехать. То есть, вас смущает то, что у нас проживает сейчас? И это не смущно. Нас смущает то, что она разрушает тот устав, который есть у нас. Она сейчас пошла на то, чтобы разрушить все это. И вы же понимаете, что это временно, если бы собралась проживать. А зачем? Пошли. Успехи. Ну, человек, что ли, может, подождите. Я вас перебью. Так, так, подождите, имя ваше. Меня Владимир зовут. Владимир. Вот вчера она еще была, все соблюдала. Девочки ходили в платочках, мальчик ходил в поиске, был послушный. Сегодня я выхожу из общины. А вы знаете, почему причину? Причину, почему нарубается с мужем? А вот приехали в диалог. Так, так, в случае, я, ну, честно, у вас свое вид. Года три назад, слушаю я, Игорь, Валентинович, они приехали к нам скоро. Они вначале были там за крестьянкой, это, с Припочегом, там, где, ну, с 45-го там. Павел есть. Да, в 45-го они там вам хотели. Сталина. Они там дом строили, не достроили. Потом они приехали в Корсино. И с Корсино переехали они к нам. Все согласны, все, жили все. Года три назад муж, значит, познакомился в Краснодарском крае, там, батюшка один. Он поехал к нему и хотели туда переехать. Батюшка тот говорит, я помогу тебе там, это, ну, тепле, там, ясно. Все, он раз, два, три съездил к нему, все, переезжай. А потом-то он, у него, Игорь, здоровье-то никакое, у него и сердце больное, и позвоночник-то. Он потом, когда подумал, посоветовался-то, ну, мы свободны, хочешь, уезжай, пожалуйста. Ну, совет это дать, я волен дать совет. Ну, как бы, я волен выпускать. Давай выслать, это твое дело принять или не принять. Я говорю, Игорь, ну, а ты поедешь, ты на новом месте все начинаешь строить. Ты сейчас осилишь, а я говорю, ну, у меня здоровье нет. А кто тебя были строить, присаживайся на землю, переезжай на новое место. Я говорю, переезжал, я раз в десять. Ну, я переезжал, я и жена, у них детей нет. Да как переезжал, куда? У меня был готовый дом, готова посуда в доме. Я священник, потом с места на место бросаю. Все готово, бабушки принесут еще и там, там, кокодоров, огурцы. Понимаете, ты приехала, а, ну, как? Ну, и он посоветовался с другими, и он решил не поедать. А она тоже, как она, скажем так, бросилась, а он не поехал. Вот с этого все и началось. Ах, он предатель, он предал меня. Как говорите, года три назад? А? Года три назад. Года три назад началось. Года три назад. И она пошла, и она, 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 а, это бабушка, я, я уж не и Галя. Я же не против, но я только посоветовал, я сказал, что тяжело будет. Я-то знаю, как это приезжать на новом месте, тяжело будет. Ну, я что должен, ну, врать, я сказал то, что правда, а его дело было переехать или не переехать. Мы же не будем держать за пиджак, что-то не ходить. Это понятно. Если человек просто ехать, он сядет и уедет. Да, после этого все и началось у нее, она, все, я тогда выхожу из общины, это, и все. Ребятишки ходили, молились, все. Ребятишек, значит, церковь не стала пускать. Кресты со всех снялась, ребятишек. Кресты, значит, посох. И стала, значит, она за ребятишкой напротив. Если мы говорим так, делать напротив. Ну, мы не можем это, представь, он залез в мой дом, насрал, размазал. Я что должен за это делать? Я сказал, я выпарю тебя, гаденыш, что такое. Я же выпарю. Крапиво выпарю и все у тебя. Что я, ну, что я должен в милицию заявлять, чтобы пацаненок залез в... Вы сейчас образно правильно говорите, что залез в дом там... На гаденыш. Ну, это было. Это реально, он может сидеть к вам в дом. Да. Залез. Не, я просто думал, образное выражение. Да нет, это не образное. Это реально. Это приятно. Залез, значит, в детском лагере. У нас там делают игрушки разные. Ой, играть. Залез, он там с другим. Переломали все, ушли. Что сделали? Вышли на все это делали. Мощные делали. Все крючки... Ну, все взяли, это в прошлом году было. Володя взял, да его там захватил на месте, дернул к прутам. Она завела в милицию, приехала в милицию. Сейчас мы как бы это... Давай его, это... Суть нашего разбирательства мы приехали. Она издальщика, теперь я буду все делать напротив, чтобы вам... Ага. А я сказал, я говорю, еще раз увижу, что ты будешь, Анфим, значит, без пояса ходить, я тебе выпарю крапивой. Она, ага, батюшка выпарит крапивой. Так, милиции заявить надо. Нет, понимаете? Пробожит на такой момент, вот в данный момент, и вот смотрите, раз она вот так поступает, вышла, можете, что ее просто не замечать и все. Ее пока не уедет. А ее нигде, она не выходит, она из дома не выходит. Вы живете... Мое место, я вот месяц ее не вижу. Живете, и все, и, значит, не замечаете... Ну, а так она настраивает ребятишек, чтобы ребятишки делали гадость. Вот я, позавчера, 10 часов вечера, темняется. Я смотрю, кто-то возле школы, я вышел от Игоря. Я сюда, они кинулись сюда. Я тогда раз, и они навстречу меня обогнули, ахитрил сюда и туда. И, ее ребятишки, а вы что здесь делаете? А мы в школу ходили. Так, 10 часов вечера. В школу. Зачем вы в школу ходили? Взяли ключ, открыли, зашли в школу. За чьей точку? Я не говорю. Вот ключ, он лежит, знай. Ну, то есть, общая доступность. Да, в общем, досуга. Пришли в школу. Зачем вы в 10 часов вечера пришли в школу? Начинаю с ними разваливать. Он этот маленький, придет в классе. А ты что мне? Я говорю, Антим, остановись. Я 7 раз старше тебя. Тебе 10 лет, мне 70 лет. И ты мне это? А что вы мне? Ну, я понял. Я не член общины, мне еще не сделаете. Вот так вот стоит. 10 лет ребенка. Она травит его. Он приходит в лагерь, все портит. И как вы не знаете, что она травит? Ну, это в вашем понимании травит. Не надо понимать, это слова ее. Это ребенок не знает. Я все-таки на своем действии, а не слова. Игнать Игоревич, вот я хочу все-таки на своей мысли осмотреть. Можете вообще ее не замечать? Пусть не пакостит, сидит дома. Пусть он не лазит. Зачем залазить ко мне? Как не замечать? Когда он вчера только в лагере у меня бело. Дайте ей возможность уехать, как она говорит. Я собирать, уехать. Она не собирается пока. Вы не знаете, кто у нее руководитель. Ну, подождите, подождите. Вы свою точку зрения говорите. Я слышал ее точку зрения. Я не верю ни вам, ни кому. Давайте объективно рассуждать. Вам истина нужна? Опять же, истина вашей стороны. Нет, я говорю так, какие. Не моя. Ну как? Она мне свою истину рассказала. Это не образное выражение. Расскажите свою истину. Поэтому давайте искать концерт. Нет, вам реальность нужна один раз выслушать. Давайте я вас слышу. Если вы действительно следователь какой-то, вы должны ухватить сказать реальность. Все записано, вам показано будет. Вот представьте, он. Опять же, ни у вас не записано, ни у нее не записано. Сейчас пока вы слышите. Поэтому только на словах. Слушай. Я не буду говорить, вы никогда этого не узнаете. Во тьме вы уйдете отсюда. Я говорю вам реальность. И один человек, который там живет, Саша Александр Георгиевич Дмухар, он начинает нарушать седьмую заповедь. Ходит к чужой жене. Развращает. И всем законам мусульман, что он достоин смерти. Наконец, заплатывает перед женой. У вас, допустим, можешь опять же он иметь. У нас не положено. Его поставили перед условием. У нас не положено. Но что бы вы сказали, когда ваша жена была другим. А он назывался лерующим. Все еще называется лерующим. А блудит уже не первый год здесь. Ну что, выехать пришлось. Теперь. Не, ну а как? Я приду и скажу. Ты извини, не ходи к чужой жене. Я не имею права такое сказать. Иди. И не могу сказать не иди. Но я вам говорю, что у нас христианские правила. Если бы он сделал это. Я вот сейчас был, как и Чечни приехал. Ну, в течение трех дней мы выселяемся. Я только что в Чечни проехал Ингушетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Осетию. Там опять же многоженство. Я только что вернулся, ну, пять дней назад оттуда вернулся. И я видел, как люди одеваются. Как они себя ведут, как разговаривают. Вот так никто не разговаривает. Я лично в администрации Кадеру подарил книги свои. Это я во всех странах, где был. 11 дальнего зарубежья здесь, в Ближнем, проехал, даря свои книги в национальной библиотеке. И когда нам говорят, а у вас что в России, думают они по-настоящему это или ждете развала. Депутаты говорят уже о разделе России на части. Мы с этим не согласны. Начинаете о нравственности говорить, как Солженицын. Безнравственной России никому не нужна будет. Ее просто как чищные вороны раскачут. Давайте не будем вне прелезть. Мы просто про женщину. У вас, допустим, в деревне конфликт маленько состоялся. Вы знаете, это не конфликт. Целенаправленная вражда, не просто конфликт. У нее вот это Саша, теперь главный инструктор. Он пошел в университет учиться медицинской, юридически, и говорит, я учусь только для того, чтобы Лапкины все передохли победить здесь. Если он мне сегодня инструктор дает, что делать, по ней, где-то как-то можно их приобщить куда-то. Вот устав. Уставина, если вы не разжигаете, вы понимаете. Это понятно. Это все понятно. Я просто вас и спрашиваю, вот с вашей точки зрения, как на данном моменте вот этот конфликт исчерпать. Исчерпать в один день можно. Как? Сейчас пойдите к ней на дом и скажите, не нарушайте устав, под которым вы подписались. Это мы говорим. Все, больше ничего не говорим. Она в данный момент мне это сказал. Я спрашиваю, вы сюда вселенаправленно приехали? Да, по-доброму. Да. А в данный момент я, говорит, вышла из общины. Я не хочу составить общину. Пожалуйста. Ну и я не хочу, чтобы меня нагнетали. Вы ставили, говорите, что девочек, что-нибудь волевочек. Я же не буду. Вот у вас расставив, вы оставите. Даже гостя у нас не тереют другую веру. Вот так вот, понимаете, к нам приезжали профессора, у меня образцы. Я не знаю, я был сомнен. В каким-то переговорили. Сам несколько раз у вас был, много раз. Мы уже пожелали. Я просто и говорю. Нет, я тоже не могу. Она-то не о вере, а о внешнем поведении общественного жития. Не о вере. Общежитие. Вот везде есть какие-то непросто. Вчера я разговариваю с этой дочкой, уже выучился в университете. А мы не желаем вашему уставу подчиняться. Я говорю, Настенька, ты в университете учишься, да. А у вас что там, нет никакого правил? Ты можешь во время занятий что, плясать, прийти, голое там, сплако. Везде есть свои правила, фоне ограничения. Правила есть везде. Я знаю, что несколько лет назад из ИГУ 10 человек сразу студентов учились за то, за что. В здании курить запрещается. Они закурили в один день. Мы уходим. Давайте отринимемся. По данной семье. Только по данной семье одно. Если она, ребятишек, не будет настраивать пакостить нам. Именно в слове пакостить. То есть в таком как бы понимаем. Я понял, чтобы они не... Не убегали, не лазили. Не лазили, чтобы по чужим дворам он не воровал. Не пакостил. И не нарушал. Ну какая сейчас, поясок всего только. Все. Не я, не вы его заставить одеть. Я заставлю. Мы заставим. Заставить опять же. Не заставим. У нас есть. У нас есть. Мы же в составе российской федерации. У нас распространяют уголовные школьники. Включи. У нас в школе сейчас форма. У нас форма в школе. Обязательно поясок. Если мы добровольно находимся в составе общения. Она сейчас среднаправленно покрутал. Причем вообще школа. Сейчас в каждой школе входит форма. Не обязательно. Мамотовская есть для первоначальных форма, а для других строгая одежда. У нас будет форма. То есть в мини-юбке, например, десятиклассница, ей уже не дозволено по моральным понятиям каким-то прийти. Но и наказать ее никто не может. Что, она может прийти в мини-юбке? А почему нет? Формы нет. Это мы вот когда учились. У нас были пиджачки, значок Ленина, голстучок красный. И все. Была стандартная форма. Сейчас ее такой нет. Сейчас в школу вводят это. Но опять же не все. Останавливайся на том, что мы сейчас едем к ней и указываем ей на то, чтобы ее дети не хулиганили в том смысле, в котором мы это понимаем. То есть не лазили по ночам, ни к соседям, никуда, ни в ваше строение, как бы это обозвать все это грамотно. То есть сидели внутри двора и по возможности не показывали себя. Правильно я понимаю? Все. А когда выходят они в общественное, то соблюдали тот устав, который есть у нас. Ну опять же мы же. Мы не можем этого пойти на это. И мы не можем это заставить. Это очень много, мне очень дорого. Я вот это капли кирпича, как своими руками сделал. Я все понимаю. До одного дома я сделал свои руками. Я завтра буду сражаться за это. Понимаете? Я не буду сражаться за это. Она завтра уезжать. Ей там все наплевать. Пусть сегодня все сгорит, взорвется ей. Яким Тихонович. А для меня это очень дорого. Это ее муж пришел, отец детей. Я школа. Я не могу ее... Я школу. Знаете, каким трудом было открыть школу? Я своими руками сделал школу. Все сделал. И за все время на школу никто копейки не дал. Я содержу школу. Ее дети учатся в этой школе. Для меня это дорого, отец. Для нее это не дорого. Это вы все создали. Понимаете? Что вы все создали, это ваш труд. Все. А я сейчас одно сделаю. Разрушить здесь, чтобы ничего не было. Прямо не скрывай. Понимаете? Разрушить любым путем. Мы сейчас готовим документы, раз такое дело. Она пошла на это. Мы готовим документы о лечении ее родительских прав. Будем подавать в Краевое суд. Раз она не останавливается, мы пойдем дальше. В Краевое отделе есть. Мы это поднимем. Ну это ваше право. Она не останавливает, понимаете? Я, допустим, на данном моменте, я не вижу, какие основания, чтобы лишить. Я понимаю. Они ругают, что у вода отца делают. Это видно? Он в город ездит, и она в это время берет деньги за то, что коровы дали. И она свою точку зрения выслал. Поэтому мы приехали к вам, чтобы выслушать ваш. Мы же вот и решим, как этот... Можно? Ну, вы берете ее точку зрения как мать. А что, отец не имеет власти? Да почему же? Мы разве сказали... Если я говорю, что надо ходить... Я повелеваю им, как отец ходить. А они мне что говорят? Ну, понимаете, Игорь... И вы эту точку зрения не берете. Почему? Да почему мы не берем? Вы говорите, сейчас только что сказали, что мы не можем на нее обязать ее. А я, отец, я обязан отказываться на отрез. Как вы можете обязать своего ребенка? А как? А как? А что я его обязываю? Я вот своего не могу. Ей 15 лет уже, я не могу. Она может... Мне Бог дал эту власть. Это раз. Во-вторых, мы все собрались, чтобы детей воспитать так. Мы не будем в религию вмешиваться. А как это основное? Ну, это я понимаю. Но у каждого своя, да? Ну, вот вы свою... У вас есть граница. У вас дочери тоже... Она такая же, вот у меня в сентябре 15 лет будет. И вашей дочери, вот я спросил, она 15 лет, да? Там не отменили. Ну, старшую. Нет, старшую. Игорь, старшую. Ну, как вы ее можете обязать? Разговоры за Анфима, за Тасю, за Аню. Больше мой разговор с ребенком строится на доверие, на общение и на ее понимание. Но если та сторона мать, доверие рушит все. Она растопчет то, что отец растопчет. Нет, брата, внутри своей семьи, не вынося на вот это, на всемирное ободрение. Я-то не вынес это все. Но тем не менее, она вынесет. Ну, так давайте с ней беседовать. Давайте сюда приседуем, поэтому мы приехали к вам. Зави кёсу, да? Давайте сюда приседуем, сядем, побеседуем. Если мы сейчас сюда ее пригласим, я думаю, это хорошее, ничем не поможет. А вы уедете то же самое будет? Ничему не будет на завтра опять будет. Да ей ничто не влияет. Нет мужа, нету Бога, нету ничего. Я сейчас объясню. Нету ничего. Фундамента нету. Все. Ничего нету. Это только сейчас мы видим. Это цветочки. Потом будет, подрастут. Фундамент подрастет. Она вас собралась уезжать? Или она просто на словах? Дайте сегодня, дай вам 800 тысяч, я уеду. Приходит ко мне. За 800-то я уж тоже уеду. Мне же мои деньги надо уехать. Я говорю, а я при чем? Соберите мне с общины 600 тысяч. 200 там набираешь. И я уеду. Галя, прости, я говорю. Таких денег. А кто теперь соберет? Ну что? На пересвежу. Да. Мы собирали как-то. Мы насобирали раз 100 тысяч послать в Москву в дове. Вот там священник был, его убили. Данил Сысоя. Застрелили в краме. Да, мы собрали 100 тысяч. Мы послали в дове. Так мы собирали сколько здесь уже насобирал. Нет, я про то, что вот смотрите. Давайте я опять вот маленько перерву от всех. Вот если вы вот, Игорь, решили, что все, вы разошлись, да, официально? Во-первых, решила она. Я на суд даже не выйду. Все понятно. Разводиться я не имею права. Игорь, решение ее, подождите. Решение ее. Сюда-то и не было. Не она, здесь и было, не вот. Да. Разберись за очередь. Ура, решение есть. Слав, я тут занят маленький, перезвоню попозже. Решение суда есть. Решение одностороннее. Мы, я выслал ей письмо. Нет, Игорь, Валентинович, слушайте, смотрите. Я не могу разводиться, потому что я христианин. Я хрещеный. Это самое главное, да. Нет, мы живем по российским законам. Как бы у нас есть христианство. Есть решение суда. Мы его подчиняемся. Я скажу так. Решение суда мы подчиняемся. Мы подчиняемся, а Божье Богу. Человек, душа и тело. Он не разрывен. Вы пытаетесь разорвать. Я вам объясняю еще нет. По закону, вы, у вас брак расторгнут. Да. По закону. Я с точки зрения закона. Она на данный момент хочет отсюда уехать? Или вы воспрепятствуете этому, чтобы вы не ходили? Вы как отец, вы не решены ни родительских прав, никто. Вы полностью как отец, вы есть отец. Она сказала, вот это вы говорите как отец. Она говорит другое. Она сказала, что я съеду весной. Весной. Потому что осенью не получилось, я съеду весной. Ты как, все люди там... Вас никто абсолютно не решал, ни родительских прав, никто. Как отец, так и есть. Вы просто разъедете. Вот давайте из этого исходим. Я отец. Смотрите. Глава семьи. Подождите, тебе ясно. Да, Валентиныш, правильно вы говорите. Да, все. Вот давайте из этого выстраивать всю линию, чтобы вот эта вся наша семья прибрела структуру. Давайте с этого исходим. Если мы будем брать за основу ее точку зрения, с ней не будет. Берем ее за основу точку зрения. Мы ее выслушали, выслушаем вас. А я вам еще хочу сказать. Завтра придет дочь, сын, к вам скажет, мама, извини, я буду жить с папой. Может у них завтра точка зрения изменится. Как она настраивается, как она настраивает, не настраивает. А возможно раз, вы же их не бросите никуда, никак. Это ваши дети. Это ваши семьи, это ваши дети. Конечно. Мы живем, я же и кормлю их всех. Вот про это мы и говорим. Я просто хочу уточнить. На данный момент она не может приехать. Не может. Из-за финансовых повышений. Как говорит она, да. Она хотела весной уехать, ну огород посадить. Что-то не получилось у нее. До сегодняшнего года, до этого лета, она уже 27 года, как она подала заявление, что я выхожу из общины. Она не членом общины уже два года. Но все было спокойно. Дети были, в храм ходили. Ну, став не нарушали, все нормально было. Свисли, значит, она, раз денег там не собрали, что не дали, я, значит, буду вам это. И началось вот это. Значит, дети, не подчиняйтесь к идее уставу. Идет батюшка, с ним не здоровается там или что там и прочее. Говорит батюшка в платочке, снимите платочки. Мы говорим, девочки, заплюйте косу. Нет, распушите вот так голову и ходите с такими распушивыми головами. И проходят специально батюшки. Проходят. Она мне епутом спит. Ну, вот так вот. Евгений Тихонович, вот как из этого положения, как выйти? Я же не могу, не могу же ее доставить. Вы, вы скажите, если вы хотите, вы обязаны, они обязаны соблюдать устав тот, в который они вошли. Они же ходили так. Они ходили, что сыночки. Мы пока никаких к ним не привлечем. Никаких проблем не было. Ни разводов не было. Ничего. Мы же ничего к ней не имеем. Не ходит она, ну не ходит она. И ребятишки не ходят в фрамбу, селу нет. Не ходит не надо. Ну не нарушайте общественное. Дома пусть она подходит. Я и спрашиваю, Игнат Тихонович, я и спрашиваю, как из этого положения выйти? Ну как, в какой вылове, в какой вылове, в какой вылове, чтобы она приема не нарушала устанавливаться. Она не хочет. Вы верите мне? Я не могу заставить ее сказать, и приду сейчас и скажу. Галина Валентиновна, вот твои дочери, чтобы должны ходить в платочки и в поясочки. Я не могу заставить. На улице, вообще с ним приходится. Вообще с ним приходится. На улице, в школу, все. А дома, как хотят, так, конечно. Как хотят, хоть на голове ходят. Территория эта, я тут... Сейчас уже государство принимает дресс-код, государство все у нас обсуждает. Ну маленько ходит куда-то, что-то... Не о том и говорим. Об этом говорили. И также нельзя заставить детей выйти на улицу в головном уборе. Так как нельзя? Мы заставим. Нет, нет. Заставим. У нас здесь, у нас здесь не какой-то там личная деревня господина Лапина. У нас здесь все в структуре Российской Федерации, согласитесь? И человек волен передвигаться так, как он желает. Нет, нарушая законы, предусмотренные этим же государством. А потом уже идут субъекты, поселения и прочее, прочее. Вы курите? Я курю, да. У нас в Устаге, на территории этой деревни у нас... Согласен, видимо. Вы меня не можете наказать. Что? Это будет мое моральное наказание, да? Смирно. Но у нас еще никто, приезжающий к нам, никто этого не ощемляет. Не нарушал. Потому что это ради уважения. Выйди вон ради бога. У меня приезжает родной брат. Нет, я... Родной брат, живет он неверующий. Он курит. Только у нас понятия маленько разные. И он жил две недели... Сейчас тут милиция приехала, брат, я записываю. Потом, попозже, ладно? Покурить он уйдет туда за склад. Корреспонденты, они на машине выйдут. Нет, допустим, ради уважения, я допустим, не курю. И не курю никогда. И вы не видите. Вот он, сколько мы здесь общаемся, уже ни разу не достал, не закурил. Это ради уважения к вам. У вас такое есть. Мы не курим. У каждого свое понятие. У нас мирная беседа. У нее не уважаете нас, мы уважаем вас. Мы про чем приехали? Да не на Валентину настало в позу. И все покатилось. Мы вас уважаем. Нам нужен мир. Понимаете, Игорь? Нам нужен мир. А знаете почему? Я вам скажу почему. Миру нужен всех, и вам, и нашим, и вашим. Знаете, почему она встала? Почему так все пошло? А потому что она в вашем лице нашла сочувствующих людей. Поддержку. Потому что согласно нашим законам. Это развратная власть. Поддержит развратная власть. Знаете, мы-то с точки зрения закона. Вот чисто по-человечески я бы подсказал. Законы времена, я согласен. Игнатий Тихонович, вот чисто по-человечески, как мужик, я бы сказал. Галя, извини, ты живешь здесь? Здесь есть такой особый порядок? Поддерживайся его. Придерживайся его. И не нарушай. Уедешь, как хочешь, там так веди себя. Я и то же самое. Я с ним уже разговариваю. А как по закону я не маху ей? Что другу вообще не можем пригодиться? Нет, ну правильно, что я Николай сказал. Галя, вот ты здесь в этой общине живешь пока? Придержишься ее понятия. Да. Потом переехала, переехала в мусульманскую страну. Либо как. Придерживаться ты буша. Ху, хочешь, не хочешь, против. Но и их представления. Правильно. Я с ней об этом и говорю. Галя, ну ты потерпи. Ты можешь быть уехать, уедешь. Я же не препятствую. Уедешь. Галина Валентиновна, ну что сам фильмом будете делать, когда он вырастет? На него же узды нету, она сняла с него узду. Я вам как отец заявляю. Я очень вам верю. Вот что вы будете делать. Я и говорю, что делать, давайте решать вопрос. Мы к этому приехали. Вы же его отец. Поэтому первонаперво, что вы будете делать? Давайте из этого тогда исходить. Давайте выстраивать. Я отец. Но если я отец, вы говорите, вот понимаете, вы в этой ситуации сразу ссылочку выдвинут. Ты отец. Ну а почему в той ситуации, дайте-то говорю, почему в той ситуации вы ей не скажете, но у него есть отец? Почему мы ей не сказали? Мы сейчас стоим. Как это мы не сказали? Она сказала так, попробуй только, если ты заденешь Анфима там, я тебя посажу сразу. У меня в милицию... Опять же, и это будет правильно, потому что мы все подчиняемся российским законам. С точки зрения закона, ни мать, ни отец не имеет права физическую силу применить к ребенку. А вы помните, может быть, по телевизору, не знаю. Я не знаю. Нет, нет, нет. Прерыву, маленько-маленько в сторону отойду, по телевизору показываю, по-моему, по Первому каналу. Когда атаман, тоже деревня подвергалась каким-то там набегам, там воровали потихоньку и поймали жуликов. И атаман высек их на площади. И атамана все его осудили. Потому что это уже, как бы... С точки зрения закона, по-человечески он прав, а с точки зрения закона он виноват. Беззакон не прав, это делают только враги России, чтобы разрушить Россию. Нет, я понимаю, что это... Понимаете? Яким Кихович, ну не мы же закона придумали. Тихо, я понял одно. То есть, законы, которые созданы здесь, не распространяются, вернее, даже, как бы сказать, наоборот. Вот, что вот здесь мои законы, а то, что законы здесь Российской Федерации, я могу наказывать, могу сам линчевать, меня это не касается. Здесь вы маленько не правы. Мы все граждане Российской Федерации, поэтому мы будем подчинять. Я понимаю, вот сто процентов. Если она напишет заявление на Игоря Валентиныча, что он избил сына или побил там, ошлепал, это будет к нему принято не ваше законы, а Российской Федерации. Вот и вся разница. Знаете, как в одном было, значит, вы обязаны соблюдать этот закон. Морально, да. Но есть еще, но вы и другие. Перебивайте, пожалуйста. Вы просто, мы выходит, что это должны сказать, что законы эти неправильные. Надо их менять, эти законы. Согласен. С законом, потому что сегодня один участковый, через три года она будет уже пять участковых здесь ставить. И то будет мало. Понимаете? Ну мы же сами. Вот Анфим подрастет, другой еще. Вот. Надо, значит, ставить, менять эти законы. Неправильные законы. За правительство, за депутатов, а они уже там решают на основе населения. Она одна. Одна. И вы вдвоем отставите ее точку зрения. Почему? Мы отставим точку зрения со стороны закона. Молчены по российским законам и внутри потерять. У нас староста деревни, вот она староста деревни. Поговорите с ней, мы будем молчать. О чем? Я знаю, что говорить. Игорь Александрович, но... Прошли часа полтора, наверное, об одном и том же, и мы не можем понять. Я представляю всю эту позицию, я абсолютно от и до уже понял и понимаю, все ее туда-сюда. Но вы, с моей точки зрения, поймите меня, как с буквы закона, я не могу ей сказать, Галя, ты сегодня заставь своего ребенка одеть поясок, а девочек завязать платок. Она сама это должна осознавать, потому что у вас есть закон общины, общины ваши есть. Если она этого не понимает или не позволяет, я не могу ей приказать это сделать. Не приказать, хорошо. Если вы ей это посоветуете сделать... А мы ей посоветуем. На вас какое-то будет взыскание наложено, нет? Нет. А почему? Поэтому вы ей посоветуете, Галина Валентиновна. Все-таки вам уехать, чтобы в мире и уехать, чтобы в общину. Ну вы вошли, вы вошли, дали обещание соблюдать этот устав, соблюдать. Вот. А теперь нарушать зачем вы? Все это баламутите, общину это все, скажи, недовольство. Зачем? Батюшка, какое вам сделать зло? Или староста, или все жители? Какое? Мы же все пока ничего не сделали, ей плохого-то. Здесь не хотим... Не хотим мирно расстаться. Я уж ей говорю, Галя, расстанемся мирно, ведь не нарушайте. Мы вам пригодимся где-то, наша помощь потребуется. К тебе обратимся. Можно по-хорошему уехать? Да тут даже нет вероятности, что может через год, через два, или может через день, или через два. Она придет и скажет, Игорь, возьми меня назад, я ошибку совершиваю. И вот давай будем жить и детей вместе наших воспитывать. Это где такая вероятность? Она пришла ко мне совет. Что делать? Я хочу отделиться, значит, подаю на раздел имущества. Все, вот мне, значит, я забираю коров, там, это, технику, все. Я говорю, Галя, а ты хорошо подумал. Давай, говорю, так, рассудим. Маленькое время задерживаться. Давай, говорю, вот вы переехали. Ты продала, все. Машину продали, трактор продали, коров всех продали. Наконец набрали эти, там, 600 тысяч на дом. Все. Вы уехали, купили где-то там под Барновулом домик. Радостные вошли в дом. Все. Просто, Галя, подходит ужин. А вы себе, а что ужинать-то? Ужнать нечего. Вы там сидите. А Игорь здесь сидит на крыльце. Коров нет, трактора нет. Все. Он здесь горюет, а вы там. Дальше-то жить как будете? А если, говорю, останется здесь, вы даже уедете. Как-то вы разделись. Он обязан кормить детей. Он не откажется. Нет, он будет все равно вам и творог, и сметану, и денежки. И все. И она, по-видимому, немножко это... И она... Или она остановилась, немножко подумала, прикинула. Действительно, а что тогда будет-то это так? И остановилась. Она хотела уже весной. Все, продавай все, продам все. Я говорю, все продам. То есть она последствия, говорит, и не думала. Она не думала последствия. А когда я ей поговорю, я раз-два еще с ней, Галя, хорошо подумал. Александрич, ну это же не одна секунда, 7-6 детей. Это же не один ребенок. Зелала. Зелала, забрала, уехала, уехала. Здесь можно найти компромисс только. Одна сторона не провоцирует другую сторону, которую мы сейчас поедем и попытаемся объяснить, что эту сторону тоже провоцировать не надо. Здесь как стояла, так и стоит. Ничего нет. Больше мы здесь ничего не добьемся. Это только ее надо убеждать. Только ее усмирять. Я тебе честное слово говорю, положа руку на сердце, мы так и говорили. Галя, ты живешь здесь, тебя кто-то обижает, физическую силу тебе применяет, то нет. Как-то что-то... Нет, вот моих детей терроризируют. У нее основной наклон на то, что заставляет, что мы не хотим типа делать, она заставляет. Вот она акцент этот сделала. Проточки на девочек, на мальчика поясок. Не хочет находить, она на этом вот именно делает. А за этим за что стоит? Дерьмо в доме, порча в лагере, она их натравливает, чтобы создать конфликт на ситуацию. И что ли не видно, что беззаконная власть поддерживает. Вот выслушайте, один момент. Что такое беззаконная власть? Терроризирует четыре человека. Мафия закупила все. Начальник милиции на поводу. И ничего не могут сделать. Стоит участковый. Давайте многое. Я сейчас быстро закрою. Послушайте. Стоит участковый. А они над ним. Что стоишь, тебя раком поставить вы? А он говорит, я забыл, сержант или старший сержант. Он до того спокойный милиционер. Он молча говорит. Подошел, вытащил пистолет. И начал их по одному раз... Всех четырех уничтожил сразу. Город вздохнул. За него весь город. Я не знаю, дали ли срок или нет. Это кто подбивал к этому? Дали. И никакого права не было. Наконец-то шелся к милиционерам и посмотрел на законы. Поставил на место. Сразу посадят. Все? Нет, дело в том, что вот на данном этапе, последний раз, уже несколько раз я это озвучил, какой-то конфликтную ситуацию маленько разрешить, чтобы и как-то... Создал-то кто ее? Она же в какой-то закон. Она же не хочет ее разрешать. Она же ходила в косынки. Он носил поясок. Я идти косы здесь. Да видел я вот она. Все, все было. Все. Она просто столовка. Она переменила обстановку. Мы не можем подделывать. Игнатий Тихонович, вы поймите меня, что-то. Я не могу ей сейчас зайти и сказать. Галя, вот сделай вот так, пусть ходит. Я не имею права. Ну, уговаривайся. Вы просто настоятельно посоветуйте. Советуйте. Мы ей рекомендации вот эти давали. Поддерживайтесь. Скажи, мы позицию узнали. По-твоему, не будет. Поэтому ты вышел на тропу войны, и война будет приятна. Давайте без войны. Войны не надо. Потому что мы будем отставить устав. Мы не себя отставим. Понятно, согласен с вами. Устав, который в Крылова-Модель вести. Мы по пунктам будем вести. Они по пунктам разрешают. Зачем мы это все начинали? Она мне утром говорит, я говорю, вас не боюсь, я вас ненавижу. Утром в просоне я лежу, она выходит и начинает минут на 10, на 15. Я говорю, вас не боюсь, я вас ненавижу. А почему она такая? Хотите знать? В Библии написано, лучше бы она не знала истину. Но поздно, подвратившись назад в мир, как пес на Блиготину, в нее вселяется семь злейших демонов, чертей. И для нее последняя хуже первого. Это в Евангелии написано. Этим играть нельзя. А у нее в советниках тот развратитель, который был двух. Она каждый день висит на телефоне. Что делать? Он по пунктам смотрит. В оголенном виде нельзя ходить. Сейчас он будет раздевать эту трубку. Мы вперед, опережая событиям, знаем, что в деревне нельзя разжигать костры. Он уезжает, приезжает, один пекел стоит. Она по пунктам разрушает все. Ни одного костра нигде не разжигать. Мусор ни в коем случае не сжигать. Потому что ветер пул, пожар здесь не успеем выскочить. Кругом трава такая. Что? А, не разжигать? Я разожгу. Что делать? Она не гитая просто. Ну, понимаете? В огороде мусор. Я говорю, Галя, зачем? Выкидывайте за грант. Ну, поли на вилнику за грант. Она сгниет, все нормально будет. Я приезжаю, один пекел лежит. Все. Каждый багажон строго наказывает. Никто не разжигайте. Прячьте спички от ребятишек, чтобы спички не были доступны. Особенно весной. Осень. Сейчас будем договаривать. Понимаете? Я из устала прочитаю два пункта. Давайте. Тридцать, двадцать седьмой. Смотрите. В двадцать восьмой. Под страхом анапима. Отлучение. Запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Любой спор, все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником и только после обсуждения на собрании, может получить добро на суд у внешних. Далее. Запрещается с огнем быть крайне осторожен. Нигде ничего не зажигать без предупреждения всех деревенек. Пока не выставлены будут из разных сторон с водой и другими противопожарными средствами. И то только по разрешению старшего в вечернее время при безветрии весной или осени. Что плохого в этом законе? Но она уже узнала, теперь она обрушает его. Я как бы это, согласен, далеко не вдаваясь в ваш закон. Закон, грубо говоря, писан под определенный круг лиц. То есть, ну потому что, если бы я создавал, грубо говоря, если бы я создавал нечто подобное поселение, я бы все сделал под себя, как мне нравится. И если бы вам не нравится, я вас не беру с себя. Поэтому здесь точка зрения каждого человека, как он хочет, как... Вот вы приняли общину, вот этот закон, вы ему подчиняетесь. Давайте без компромисса, без ничего, просто без вариантов. Вы не трогаете ее, мы сейчас попытаемся объяснить ей, чтобы она не трогала вас. Чтобы не было вот этих конфликтов, чтобы вас не вызывали ничего, мы не столько раз... Мирские вот эти, да, вот это... Я бы вас не был еще. Я объяснял, мы хвостяки обращались. Мы приехали не ругаться. Просто она позвонила по-человечески, сказала, приедет, мы приехали переговорить. Зачем ругаться будем? Мы организовали поселок, мы сделали объявление в средствах массовой информации. В аргументах пакты было наше объявление. По Первому каналу показано было... И у нас многие писали так, да, приезжали даже, да, я бы переехал к нам, но... Я курю не могу, говорит, бросить курю, а другой, понимаешь, я, говорит, до того привык материться, а у нас не могу. Ну ладно, мужики, всего вам доброго, всех, а я не могу, ничего не могу, а человек, как бы, да. Евгений Николаевич, вот щит и меч открыли, смотрим, вы стоите с каким-то батюшкой, кто такой, где, как. А помните, года четыре назад мы приезжали из управления, мы сфотографировали с вами на дороге вашего дома. Эта фотография в щит и меч была выставлена. И где она теперь фотографировала? В щит и меч газета была, и мне вот с Камчатки друзья звонят, узнали меня и увидели, и вот... У вас не продернули, не критиковали? Да нет, фотографии. Они увидели, да. Я просто про то, что узнаю, что это есть поселение такое, уже, да, во всем мире. Иначе мы ни к чему не дойдем. Она нас не слушает и не слышит. Пожалуйста, достучитесь для ее сверну. Скажите. Ну каким образом? А вот просто так, вот, от всего скажите, что. Зачем конфликт? От всего мы можем поговорить. Она для чего вас вызвала? Найти у вас заступление или найти мир? Вот на позицию мира надо всегда заводить. Я думаю, что у нее есть своя точка зрения, она хочет ее придерживаться. Она сломать не сломать. Да, вот она именно, возможно, такое. Ребята, нам нужно этого. Вы когда вот поступали, допустим, на службу, и вы правила есть в какой-то состав, вы должны то-то, то-то делали. А теперь вы скажите, а я не буду этого делать. Ну не будешь, будьте любезны. А я хочу, и все, 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 и все. В общем, мы ее будем... Есть определенные правила, которым ты не желаешь подчиняться, будьте любезны. Есть определенные правила, пусть она его устраивает. Да, я ей сразу сказал, Галя, уедете, ходите, как правильно. Все, я муж, отец, глава, но здесь нужно соблюдать устав. Мы подписывались, обещались, нас приняли, помогли здесь закрепиться, все. Как правильно, Галя, в лагере ее дети, вот они, пожалуйста, внутри дома, делай, что хочешь, а она у нас выше, придерживайся политики такой, которая... Я вчера с ними только разговариваю, так, я говорю, вы дома, делай, как хотите, девочки, хоть там в плавках ходите, как это угодно, но... Это их девочка. Вот она сидит, видите, патушка, все, в лагере. Это мой батюш. Это я в презентации. Если сейчас не узнать, я не устраиваю, если вам не... Это будет пички, нельзя, я тут... Это подстек, но я выступаю... Я уже вчера с Акем разговаривал, Анфим, ты сегодня не хочешь поясок, а вот пройдет, тебе уже через пять лет. Через шесть лет. Никогда ничего не помню, но она объявила войну, что... Тебя в первый день под поясок, он меня сейчас контролирует, и ведет, и наставляет. Она неформанная, я не пообещаю. Если будут три пальца, в три вечера будешь туалет исчистить. Я говорю, понимаешь, и ты еще не будешь, тебя сразу под поясок. А ты сегодня и гость и батюшка слушаешь, что это... А ты будешь противиться. Я тебе, я говорю, тебя в дисбат могут послать. Будешь, понимаешь, и тебе очень трудно будет. А вот это вот, Аким Тихонович, вот еще вопрос. Чистый, человеческий, нормальный, мужицкий, или как сказать. Вот смысл вот этого пояска. Вот этого пояска, это старинный русский благочестивый обычай. Всегда. Лев Толстой стоит вот так вот. Вы смотрите, это всегда включается. Всегда было на русском. Это казахский хор. Я просто и спрашиваю, вот... Старинный русский благочестивый обычай. И в Библии 104 раза написано про пояс. Апостол, Христос, Иоанн Креститель, все с поясами были. А распоясавшись, это уже... А вы знаете, такой пояс? Хулиган. Хулиган, говорит, распоясался, как хулиган. То есть что? Ну, есть. Это сдерживающий пакт. Всегда же вам объяснили. Денежки в поясе хранили. Там что-то еще под... Чтобы мороз не подпоясал всегда. Пояс из истины. Пояс обозначает истина в аллегорической форме. То есть я живу по правде, ничего не нарушаю. Закон Государственной Российской Федерации мы полностью соблюдаем. Мы приняли. Поглубже объясните. Когда Галя ходила в храм, Анфим носил поясок, было все нормально. Как только нахер стало в храм ходить, поясок не нужен, косым шум. Кресты все поснимали, все. И теперь в позу, рога, все. Все, пошли. Ученицы приходят ко мне, батюшка, он совсем не занимается. Что делать-то с ребятишками-то? Они хотят учиться? Лена-то, я говорю. Попробовали поговорить с матерью. Они что, да я говорю, Лена, я боюсь идти. Вот у меня тоже такой сыночек. Я боюсь, говорит, идти. 29 лет. Позавчера я его отдал замуж. Грубо говорю. Возможно, бесконечно и долго, поэтому... Поэтому при взятии, когда у вас есть вред, приемли. Мы приехали, я говорю, несколько раз повторюсь. Мы не вреди, все приемли. Практику, мы познание. Ну, как сделал сообщение женщине, мы же должны все равно приезжать. Мы не вреди, пока нет, но не вреди. Мы не вреди. Мы в лагере, мы просто страдаем. Мы не вреди. Мы не вреди. Да, это не вреди. Мы не вреди. Мы не вреди. Этих жуликов, кстати, мы отлили. У госих, которые... Они еще... Они... А мы знаем это. Я... А ты за аккумулятор разговаривал с тем хулиганом? Вот это Игорь Александрович, у которого аккумулятор в тракторе был. В этом складе трактор стоял. А он на какой машине проезжал? Эээ... Эээ... Творка обрезанная. Как этот сделан... Я увидел, что здесь, когда передали камни проезжал. Эээ... Я увидел, что здесь, когда передали камни проезжал. Эээ... Эээ... Ээ... Ээ... Поставал... И на расставлю. Должен положить по 150 рублей. Давайте все отмазать надо, ребят, мы говорим. Я только начал работать. У меня семья и то другое. Вроде закрыто. По 150 положено. Ты положишь 200... Он... Он... Он равно... Как дал ему 300 рублей положи. Выезжай отсюда. Он сразу положил 300 рублей, и все закончилось. Там не разговаривают. Раньше хиппи были с волосами. Там они говорят, а что это привезли на уборку хлеба? Они сразу повалили их и обсуждали. У нас батюшка есть? Один православный хватит? Слушайте. Апсидоса, где Парсевского? Да. Да, именно. И потом и овцу еще? Нет, овцу, по-моему. А он забрал Парсенка, это обратно. А, говорит, если не отдашь, говорит, я матушку поймаю и изнасиливаю. Чего спрашиваешь? Был, был, был. И вот здесь живой сидит. Посадили опять. Володя. Ладно, поедем потихоньку. Сейчас будем с ним разговаривать еще раз. Ну, по-моему. Ладно, поедем потихоньку.